всем огромнейший привет дорогие друзья подписчики а также гости канала рад вас всех приветствовать на канале дробик лайф в рубрике чё по пенному и сегодня у нас немного необычный выпуск экспериментальный до во многих смыслах а именно сегодня у нас на обзоре не то чтобы пиво не то чтобы не пиво что-то средняя так скажем это сидр давно я хотел сделать выпуск про сидр был у меня один даже два сидра уже на обзоре ну по-моему один да да один был стронг боу там практически год назад еще он выходил и решил я поэкспериментировать дальше попробовать и еще сидр и обязательно попробую отечественные сидры но вот был я сам в магазине беру выходной хотел там выбрать сидры были сидры интересные были шведские сидры тоже шведские но вот был один сидра известного бренда точнее их там было два экземпляра но два как бы не совсем охота что-то снимать хотелось бы именно три подобрать его как раз три экземпляра было только данного производителя это повторюсь шведский производитель сидр алска все правильно не они силен в шведском языке в общем шведский сидр как уже сказал обязательно попробую еще и наши сидры как раз вот там был такой выбор достаточно большой василия островских вот от василия островской пивоварной сидры вот если ничего не буду но они в таких в больших бутылках 07 все-таки ни в одного да так скажем да все таки под какую-то компанию надо будет такую в такой таре приобрести продукцию так что сидр у нас тоже будут вот первый полноценный целиковый выпуск про сидры возможно возьму от разных производителей там импортные и наши там сравню в общем в общем поэкспериментируем на радость вам дорогие друзья и значит первый у нас сегодня конкурсант это сидр шведский сидр алска пешим фрут нд пол так значит пешим фрут это маракуйя если я не ошибаюсь в общем да альска да вот здесь написано на на стикере который идет да вот импортера пуаре игристый напиток альска со вкусом яблок и маракуйи состав вода грушевое сусло сахар натуральный ароматизаторы яблоки маракуйя консервант диоксид серы алкоголь 4 оборота горечь наверно здесь ты на не нужно наверно вот даже такое веган френдли если видите надпись такая интересная веган френдли премиум сайдер веган френдли the taste of summer in a bottle вкус лета в бутылке в принципе вполне возможно сидр все-таки это у меня такой самый летний напиток такое наибольшее впечатление у меня вызвал как раз таки вот сидр когда я был на кипре это был к столу к слову мой последний отпуск с тех пор я без отпуска работаю это был 2019 год да это был кипр было жарко ну было то можно сказать бархатный сезон но было еще пока жарко и есть там такое замечательное заведение в городе айянапа бедрок и вот мы туда ходили по вечерам иногда и я там всегда брал сидр тетчер по моему назывался и вот его приносили в таком пинто большой стакан и он просто весит прям весь стакан течет то есть сидр холодный на улице жарко и вот ты берешь этот мокрый есть стакан маленькими глоточками делаешь прям не знаю не больше ни при каких условиях с таким большим удовольствием сидр не заходит мне но тогда прямо действительно я просто влюбился в целом на кипре почему-то вот направление сидров очень популярна там и стронг воу разных вариантов есть и алска вот кстати говоря не припомню ну скорее всего тоже есть вот и также там очень популярны это коперберг по моему как так он называется но смысл в том что он делает как раз и для удел для икеи ну и делает до сих пор наверное у нас непонятники это уходит то остается вот если вы были в магазине икея то там есть два сидра один алкогольный один безалкогольный и у того делает для икеи как раз таки вот этот коперберг но вот он там достаточно популярный тоже там много было разных вариантов нет вот именно в бутылках как раз вот я его покупал бутылка в банках когда мы шли на пляж на пляже в основном его пили а вот в заведениях как раз больше всего популярных было тут и через это английский стронг болт должен как бы английский вот очень был популярен по этикеткам что можно сказать ну в целом тару бутылки я люблю тяжело тяжелые имеют они вес смогут разбиться да как в общем бутылках я стараюсь пиво не покупать вот ну пиво сидр да в данном случае по этикеткам могу сказать что ну понятное дело есть концепция серьезная организация не абы как сделано на этикетках изображено содержимое собственно говоря да ингредиенты фрукты из которых сделаны эти сидры как это здесь вы можете заметить яблоко и маракуйя вот на горлышке тоже и собственно говоря как мне кажется дизайн проработанный с завершенной но такой у меня лично не цепляет я пожалуй семерку оценю потому что вполне допускаю тот вариант что на кипре этот этот сидр был в магазинах но именно ввиду того что дизайн меня не цеплял я как-то не обратил внимание как раз таки вот этот коперберг и тот же стронг гол плюс там тетчер они как-то ну не знаю у меня интерес вызывали а вот конкретно вот это вот этот производитель видимо не вызывал мне интересы и поэтому в общем как я не заметил что это там был кстати говоря аромат такой интересный собственно говоря по цвету ну можно сказать классический для сидра цвет то есть здесь он практически прозрачный естественно пены никакой нет принципе нормальное явление для сидра если это он там не перебродил не перри не перезрел то принципе нормально начну не протис не скис не пошел бродить по второму кругу прям вообще прозра абсолютно прозрачный небольшой оттенок есть такой ну как шампанского да как игристого вина по сути дела это оно и есть целом на мой взгляд по моей шкале цвет правильный для сидра для яблочного да в частности яблоко и маракуйя поэтому пожалуй на 8 баллов я ценю не вижу за что прям можно зацепиться просто 8 баллов классический цвет для сидра по аромату такое интересное замечание кстати очень интересный эффект у сейчас дать еще раз попробуем дау после такое после аромате далее после вкусе от аромата такой достаточно интересная но чуть попозже об этом скажу в целом по аромату яблоко чувствуется где-то на вторых ролях на втором плане на первое место выходит маракуйя в целом приятный фруктовый запах приятный фруктовый аромат судя по аромату достаточно сладкой должен быть продукт да и ну в целом для сидр это как бы нормально то есть я не очень люблю сладкие напитки до сладкие сорта пиво сидр сильно сладкие не люблю посмотрим как на вкус но аромат пока по аромату все предпосылки есть к тому что это будет нечто очень сладкое и в целом по аромату такой интересный эффект такой после после вкусе аромата это когда берешь как будто сначала когда аромат 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 распробовал когда стакан убираешь что появляется вот где-то внутри такой как эффект те кто за грибами ходит пахнет прям грибами кого ты набираешь много ставишь багажник машины пока доедешь до дома открываешь багажник и вот такой вот аромат вот интересный такой ну как как гриб гриб гриба плесень или знаете такого сыр бри например да брилли камамбер белой плесени вот такой же примерно такой после такой аромат такой после вкусе аромата очень интересный эффект мне этот аромат вот этот запах этот эффект весьма весьма нравится что что греха таить и пожалуй в целом аромат ян тоже на 8 баллов оценю как и цвет ничего особенного но просто вот хорошая так скажем хороший аромат мне весьма весьма нравится ну во вкусе на самом деле ну часто такое бывает сейчас стал замечать что вот те слои которые вот в аромате слоями выстраивается продукции там будь то пиво будь то сидр в данном случае как правило во вкусе немного порядок меняется да и здесь то же самое если в аромате маракуйя на первом месте яблоко на втором то яблоко выпирает однозначно ну не могу сказать что это плохо точнее нам совсем неплохо да и в целом что могу сказать получается для меня достаточно сладко то есть на лето наверное на лето наверное неплохо будет очень даже неплохо вот пока у меня ассоциации по вкусу я был у меня на обзоре сбить им белорусские и вот и в том сбить не все было как-то слишком для меня сладко мне однозначно такое не очень нравилось здесь конечно все такими дну там была медовая откровенно до сладо здесь же такая все-таки фруктовая от фруктозы и в целом мне однозначно это больше гораздо нравится чем сбить и да именно по вкусовым критериям пожалуй на 8 курса целью тоже будет у нас так вот ровненько да однозначно это хорошая продукция хорошая качественная действительно чувствуется что здесь да там наверное натуральные продукты натуральные ароматы поэтому однозначно могу рекомендовать любителям сладких напитков любителям сидора однозначно понравится однозначно зайдет и вы оцените по достоинству следующий наш подопытный это клубника с лаймом струбери лайм так вода сброшенный восстановленный яблочный сок яблочное сусло сахар натуральные ароматизаторы клубника лайм малина консервант диоксид серы в принципе все то же самое здесь вот мы видим все тоже да что мы видели на прошлые бутылки да за исключением фруктов да то здесь видно клубника лайм малины кстати нет вот это интересно и тоже замечательная надпись веган френдли то есть веганы это ваше однозначно беги налетай торопись как говорится импортеры импорт трейд улица рябинова не знаю что это за организация но если интересно можете загуглить ой кстати по цене не прошел сейчас пробежимся обязательно даже немного пенки у нас тут получилось ну естественно уже ушла по аромату вот цвет здесь как бы вполне себе логично что он будет с красным оттенком пожалуй то есть тут по цвету ничего нового я не увидел в отличие от предыдущего пива то есть все то же самое прозрачный да фильтрованный и с оттенком красные ягоды которые здесь присутствуют поэтому те же самые 8 баллов за цвет по цене обещал вам по цене это кстати говоря не дешевая штука самый дорогой был первый экземпляр это у нас passion fruit и apple 365 рублей за 05 без акций каких-либо и вот это у нас strawberry lime а нет это у нас самый дорогой 376 рублей как бы ну да дешевая штука и из импорта это был реально самый дешевый сидр то есть там были сидр и по 600 рублей и по по моему за 800 был самый дорогой не самый дорогой там в ком-то наборе был со стаканами он там что-то больше тысяч стоил вот но именно так чисто в бутылке вот это самый дорогой вот это самый дешевый пожалуй да из импорта самый дорогой там был где-то воне 800 рублей ну в общем 376 рублей да можно тоже ну сказать 365 прошлые экземпляр яблоко с маракуйей стоит ли оно того ну наверное стоит потому что все-таки это такая ну в моем случае это скорее всего я это ну первый и последний раз возможно пью потому что есть более дешевые более доступные и люблю я более такие более кислые менее сладкие сорта и наверное в моем случае это все-таки ну я могу так несмотря на все эпитеты могу сказать что в целом наверное это приемлемо за качественный продукт особенно если вы любите этот продукт то в целом я думаю более-менее приемлемо потому что все-таки не надо забывать насколько сейчас усложнилась логистика всего абсолютно да если раньше относительно по прямой все везло что сейчас там кругами зигзагами до окольными какими-то путями козьими тропами поэтому и цены на логистику абсолютно на все выросли и больше чем уверен что как раз таки здесь из-за этого все это происходит в принципе вот как раз произведено и розлито в марте то есть приехал россию это гораздо не знаю там еще через какое-то время а это уже как бы был такой разгар до всех ограничений поэтому как бы цены такие поэтому тут выбор либо отечественная продукция более дешевая либо вот если хочется импорт это нужно переплачивать ну в целом я могу сказать что цена пожалуй в целом адекватно то есть до 400 рублей я считаю что это адекватно типа это дорого это ну как бы это не может быть не дешево там от 400 до 600 рублей для меня это дорого я бы это наверное вот просто так бы не купил если там не поступит от вас просьба заказ на обзор какого такого пива либо вот сидра тогда бы я конечно купил но так вот по своему желанию нет конечно а вот что-то там больше 800 рублей даже больше 600 наверное это ну от 6 окей от 600 до 800 это очень дорого я бы наверное еще бы даже подумал бы делать бы на это обзор или нет если бы попросили но в итоге бы сделал конечно вот вот а вот больше 800 рублей я считаю что это просто неадекватность какая-то на мой взгляд это вот уже как бы ту матч да как принято сейчас говорить ну в общем такие вот цель яички аромат очень яркий яркий фруктовый и вот такой же послевкусие как в предыдущем сорте вот что запах грибов запах такой благородной плесени очень интересный эффект мне он однозначно нравится в принципе да что здесь вот лайм как раз таки не очень чувствуется могу уверенно сказать что здесь вообще не чувствуется вот если честно но действительно клубника малина тоже нет хоть написано что малиновое пюре есть или ароматизатор малиновый но я если честно марины не чувствую лайм не чувствую а клубника очень ярко прям даже как она эту мамба это и сережа тоже вот это вот реклама была клубничный там клубничный у них была еще какая-то как конфетка такая жевательная вот очень напоминает аромат но 8 баллов принципе неплохой я себя тешу надежды что здесь все натурально вот кстати здесь сладости гораздо меньше чем предыдущем экземпляре реально прям сильно меньше и за это я за это я 9 балл накинул поставлю 9 баллов за вкус и в целом такое легкое послевкусие лайма присутствует возможно как раз это и добавляет такой кислинки горчинки однозначно вот это мне нравится да такое вот мне такое очень нравится как у меня говорил один болгарский коллега да любимое его выражение было мне такое очень нравится и вот я могу сказать что мне тоже такое очень нравится ну в принципе по ну да достаточно легкая продукция 4 градуса соответственно спирт здесь не чувствуется от соуса всем то есть больше нам даже похоже на лимонад очень легко пьется очень приятная штука поэтому рекомендую его действительно вот это я могу рекомендовать по вкусу очень понравилось синдер альска клубника с лаймом 9 баллов за вкус следующий у нас экземпляр это нордих берис северные нордические нордические ягоды вода сброшенный основной яблочисток сахар натуральные ароматизаторы малина черная смородина черника ежевика ежевика в общем ну как мне кажется должно быть весьма интересно вот такая вот бутылочка ну дизайн тот же самый единственное здесь дорисованы вот тут малину вижу ежевику вижу чернику смородину кстати да вот тут и полное разнообразие ну кстати написано вот да интересно свитиш сайдер альска но а изготовитель а ну изготовитель действительно Швеция а место осуществления деятельности и как бы ну дурлицо так понимаю это королевство Великобритании Северной Ирландии Лондон Цвет чуть более яркий чем предыдущий ну пожалуй полбасса 5 балла за это наброшу чисто эстетически выглядит конечно более наверное привлекательно конечно до вина не дотягивает даже близко ну пожалуй до розового вина почему нет ну чисто эстетически 8 с половиной баллов за цвет нордические ягоды знаете очень странный аромат здесь безусловно чувствуется чувствуется ягоды да ну чуть более яркий да набор ягод чем предыдущего главное ну срок годности 28 09 23 ну какой-то у него очень странный аромат какой-то вот какой-то несвежести какой-то вот не знаю заряжалости какой-то это как вот ну представьте что например там где же фрукты вот как-то когда я могу сравнить да вот поскольку я колхозник до заядлый то часто привожу с дачи домой фрукты там овощи разные и вот в контейнере в пластиковом без дырок без вентиляции очень то есть полежит какое-то время то когда открываешь такой у него вот не то чтобы затклый но такой вот какой-то какой-то залежалости такой вот можно сказать и завтра такой запах однозначно очень странный эффект вроде бы и присутствует ну вроде ягоды все чувствуются но очень странно как-то вроде бы и те же восемь баллов хотел поставить но пожалуй поставлю 7 потому что действительно балл сниму за какой-то непонятный посторонний аромат запах какой-то затхлости и несвежести какой-то затхлости и несвежести та же самая история и во вкусе из плюсов тоже могу сказать что это не так сладко как яблочно маракуйный но все равно тут этот привкус правда даже чисто не совсем приятно и пожалуй вот за за вкус я поставлю 7 походе у него еще почти год срок годности может быть были нарушены условия хранения непосредственно на складе дистрибьютора там на складе продавца такой тоже может быть но в принципе это было бы наверное видно по другим признакам то есть оно помогло там стрелять при открытии при открывании но то здесь конкретно меня прям удручает привкус очень странный привкус в целом вот структура есть да ягодная то есть целом это не отвратительно то есть целом вот чувствуется ягоды чувствуется смородина малина чувствуется черника действительно вот есть основа на есть и я бы конечно мог бы там и 9 поставить даже наверное да но просто не могу этого сделать даже 8 боюсь что вот такой эффект очень очень интересно то есть вот наверное перепробовать я не буду там покупать в другом месте да потому что вполне возможно что все было на одном каком-то распределительном складе изначально и там это могло подпортиться хотя нет не испорчено то есть да вот она я знаю как испорченное пиво открывается и однозначно здесь нет признаков протухания испорченности поэтому просто очень странно остаются вопросы ну что дорогие друзья подписчики гости канала экспериментальный выпуск про сидры частности сегодня у нас был сидр от пивоварни альска от шведской пивоварни интересные впечатления надеюсь было интересно вам про сидры послушать посмотреть конечно если я буду делать еще выпуски про сидр то я возьму пожалуй классический яблочный или грушевый сидр потому что это такое более близкая ко мне история ну естественно возможно вы меня попросите на что-то еще сделать обзор на тот же там сидр или еще что-то ну а в целом пока вот впечатление у меня конкретно от этой пивоварни от этой сидри весьма неплохие в целом продукция хорошая в целом понравилось ну случае вот сидром который у нас клубника с лаймом это как раз таки вот самый мне подходящий вариант не сильно сладко с кислинкой с небольшой горчинкой вот прям на лето вот сразу вспоминается кипр жарко холодный сидр все очень и очень хорошо ну чуть меньше конечно пара за счет сладости сильные это яблоко с маракуйей и чё-то как-то совсем не понравился с нордическими лесными ягодами очень такой странный какой-то эффект как будто немного вот подзаткла вот но в целом безусловно всем любителям сидра и сладких напитков игристых крайне рекомендую попробовать думаю вы не останетесь равнодушными так скажем с высокой долей вероятности вам это понравится цена на мой взгляд не маленькая но вполне приемлемая поэтому целом впечатление неплохие позитивными нужно пока есть возможность нужно пробовать как можно больше разнообразных напитков и пива и в том числе и сидоров поэтому не стоите на месте обязательно обязательно прислушайтесь к моему совету и ну вам попробовать сидор от сидори альска шведский сидори также у них еще там был вишневый вишневый напиток сидор но я вишневые напитки не очень люблю поэтому не стал брать ну и наверное не зря не стал брать так что то если что имейте ввиду конкретно в магазине беру выходной есть еще и вишневый такой же сидор большом спасибо за просмотр хотел вас попросить поделиться этим видео прокомментировать оценить вам это абсолютно несложно я уверена мне это будет приятно и поможет дальнейшему развитию канала чтобы я мог для вас снять обзор на какое-то более дорогое пиво сидоры любой другой напиток и так или иначе относящийся к пиву или сидором большое вам спасибо за просмотр желаю вам крепкого здоровья отличного настроения и до новых встреч конечно подписываться не забывайте обязательно подписывайтесь подписывайтесь и рекомендуйте своим друзьям любителям пиво также подписаться на мой канал всем пока